Долг платежом красен. Мы продолжаем следить за развитием нашумевшей истории о пожилой неходящей женщине, которую собственный сын запер в комнатушке общежития, оставил умирать и уехал в Москву. В Тобольск хочу, в Тобольск. Кто в Тобольске остался? Никто не остался. Сейчас Татьяна Бакланова живет в доме-интернате под присмотром врачей-психологов. В свободное время читает газеты, разгадывает сканворды. Но самое главное то, что под рукой всегда есть вода, о которой Татьяна Борисовна месяц назад могла только мечтать. У Татьяны Борисовны период адаптации, поэтому она стесняется общаться с персоналом нашего дома-интерната. У нее проявляется застенчивость. Но все это можно преодолеть. И я не видела такого момента, чтобы она рассматривала фотографии родственников. На столе ни единой фотографии родных. Здесь, в доме-интернате, родными в ближайшее время ей станут соседи по палате, которым скоро переедет Татьяна Борисовна. Про сына Женю и родственников бабушка разговаривать напрочь отказывается. Сразу в слезы. А сын Женя звонит? Я на вас звонила. Что говорит он? Нормально. Ничего не говорили. В новом доме ее всегда накормят, обогреют, сделают необходимые физпроцедуры. Бабушка здесь под присмотром. Врачи пристально следят за ее здоровьем. Поступила она в довольно-таки удовлетворительном состоянии. Состояние у нее не ухудшается, стабильное. Для ее возраста телосложение у нее в норме. В доме-интернате бабушка, скорее всего, так же, как и другие жители этого дома, проведет свой остаток жизни. На этом нашумевшая история закончилась. Екатерина Федорова, Степан Никрасов, Новости на ТНТ. Кризису вопреки совет директоров компании «Уралкали» принял консолидированный бюджет на 2016 год, в котором учтена индексация зарплат всех категорий сотрудников, начиная с 1 декабря этого года. Отметим, в прошлом году показатель индексации составил 7%. На этот раз зарплаты всех сотрудников группы «Уралкали» будут повышены в объеме не менее 8%. Новый коэффициент индексации будет применен уже к декабрьской зарплате. Вот как прокомментировал решение совета директоров генеральный директор компании Дмитрий Осипов. Далее цитата. Индексация заработной платы сотрудников – это важное решение «Уралкали» как ответственного работодателя. Нестабильная геополитическая обстановка оказывает влияние на динамику курсов валют, что для нас, как для крупного экспортера, весьма чувствительно. Я благодарен Совету директоров за поддержку предложения об индексации окладов сотрудников компании в этих непростых условиях. Со своей стороны члены Совета директоров поставили для всех нас задачу в следующем году интенсивно работать над повышением эффективности труда. Накануне в нашем городе завершилось первое в России шоу в стиле «Индастриал-завод». Пять недель топ-менеджеры «Азота» выбирали среди 16 молодых специалистов самых достойных кандидатов на замещение вакантных должностей на предприятии. Что чувствуют победители проекта после завершения всех испытаний и будет ли на заводе новый сезон, расскажет Евгения Кокшарова. Это «Березняки». Город суровых зим, химических заводов и отважных людей, которые не боятся ни того, ни другого. А вот главный завод «Березняков» – «Азот». Пять недель назад 16 молодых специалистов, не побоявшихся испытаний, решили побороться за место на главном заводе «Березняков». В каждом испытании ребят проверяли на профпригодность. Привет. Куда поедем? Цех 1А. Тут стекли 4 штуки лежат у меня. Ага. Что из них? Соленоидный клапан. Соленоидный клапан. Вот этот. Данилу Лучникову на проекте пришлось соревноваться не только с незнакомыми соперниками, но и с собственным братом Дмитрием. Наставники приняли решение. Данил оказался чуть сильнее. Он стал победителем и получил должность слесаря контрольно-измерительных приборов. Появилось какое-то внутреннее ощущение, что ты действительно что-то можешь. По идее, за 5 недель ты доказал, что ты в своей области, скажем так, в принципе продвинут. Проект мне показал, что я могу свои услуги предложить одному из лучших предприятий города. Что значит город? Даже в десятке лучших предприятий страны. Оценивали мастерство ребят трое строгих наставников, профессионалов своего дела. Главный приборист Азота Кирилл Рыбаков, главный механик Сергей Акимов и председатель совета наставников предприятия Михаил Ежов. Было очень приятно видеть, что мальчики и девочки, юноши, девушки приходят к нам и показывают неплохой уровень знаний и желание работать. Вот это мне понравилось. Ежедневно за ходом проекта можно было следить на сайте «Завод ТВ». Судя по отзывам, первое шоу в стиле «Индастриал» смотрел весь город. Я сама на заводе не работаю, но очень интересно было посмотреть. Оказывается, туда не так-то и просто попасть. Надо разбираться в химии и приборах. Каждый раз, смотря этот замечательный проект, я думал, смогу ли я справиться с этими испытаниями. В общем, болел я абсолютно за каждого участника. Не буду говорить конкретно за кого, там, конечно, есть определенные кандидаты. Азотчики молодцы, что организовали такой проект. Будущее все-таки за специальностями техническими. А нынче молодежь все идет то на юриста, то на адвоката, то еще куда. Кстати, про тех, кто каждые выходные переживал за участников у экранов телевизора, организаторы шоу не забыли. Среди самых активных зрителей в финальной серии был разыгран главный приз – путевка в Бразилию. Счастливый жребий пал на Анастасию Швец. Настя, я вас поздравляю, вы победитель. Очень скоро вы отправитесь в Рио. Когда позвонили и сказали, что я выиграла эту путевку, я вообще не поверила, если честно. Я подумала, что это какой-то розыгрыш. Ну, сказали, нет, вы летите, все это правда. Я вообще, если честно, позвонила всем родственникам и говорю, ой, я выиграла такая вообще. Теперь Анастасия проведет отпуск в далекой Бразилии. А вот четырем победителям проекта «Завод» не до отдыха. Их ждет работа на сложном, интересном химическом производстве. У остальных участников и тех, кто не попробовал себя в шоу, конечно, тоже есть шансы попасть на предприятие. Их всегда ждут в отделе кадров, ну или в новом сезоне проекта «Завод». Но подробнее об этом мы расскажем чуть позже. Евгения Кокшерова, Степан Микрасов, Александр Зебзеев. Новости на ТНТ. Продолжу выпуск. Приближается Новый год, и мы уже неоднократно напоминали, что пора задуматься о сюрпризах для своих родных и близких. Любимые вам люди наверняка хотят получить оригинальный и полезный подарок. В следующем сюжете Евгения Кокшерова расскажет о продукции, привезенной в наш город из чудесного алтайского края. Алтай. Горные озера молочно-голубого цвета и изумрудные равнины. Сюда съезжаются сотни туристов, чтобы выдохнуть чистейший воздух и познакомиться с удивительной флорой и фауной. Грязнякам тоже есть чем гордиться. Мы промышленная столица Урала. От Алтая нас отделяют полторы тысячи километров. Но в нашем городе есть частичка этого горного края. И я знаю, где она находится. Уникальный магазин. На нескольких витринах уместились главные богатства алтайской земли. Чаи, бальзамы, масла, экстракты целебных трав, собранных на алтайских лугах. У нас присутствует в ассортименте манжурский орех. Это масло холодного отжима. Он предназначен для того, чтобы снизить артериальное давление и для того, чтобы обогатить клетки нашего организма. Масло кедровое – это запас микро-макроэлементов, витамины А, Д, Е, Ф. Его можно добавлять как в еду, так и принимать по одной чайной ложке и добавлять его можно в крема, в любые. Другое богатство Алтая – это панты, то есть молодые рога алтайского морала. Панты моралов благотворно действуют на иммунную систему, артериальное давление, физическую работоспособность. Очень популярный продукт – суставит бальзам на основе трав и пантов морала. То бишь вы когда принимаете? Утром и вечером по одной чайной ложке организм обогащается и наши клетки обновляются. На основе алтайских трав и пантов алтайского морала выпускают даже косметику, фитокремы для рук и ног, омолаживающие кремы, бальзамы и шампуни для волос. Кстати, еще одно богатство Алтайского края – это мед. Луговой, горный, дягилевый, разнотравье и даже черничный крем-мед. Говорят, алтайский мед – самый полезный, так как пасеки находятся в заповедных зонах, куда не ступает нога человека, где запрещена промышленная индустрия. Следовательно, это натуральный и полезный продукт, который, кстати, можно попробовать вместе с чаем, настоянным на целебных алтайских травах. Всю продукцию из целебных трав и пантов алтайского морала можно приобрести в магазине «Дары Алтая». На каждую позицию товара имеются сертификаты качества и соответствия. Для постоянных покупателей здесь делают скидки. Загляните в магазин «Дары Алтая» и приобретайте полезную продукцию для всей семьи. Магазины находятся по адресу пятилетки 57 напротив площади первостроителей и мира 62 напротив торгового центра «Вега». Попробуйте экологически чистую продукцию и ваша жизнь станет свежей, как воздух Алтая. Продолжим тему полезных продуктов. Перед Новым годом в нашем городе работает последняя в этом году ярмарка меда. Липовый, луговой, цветочный, гречишный, мед из башкирии самых разных сортов, а также пчелопродукты можно приобрести на ярмарке пасеки Кучаевых. Кроме того, здесь можно купить и конфитюр из натуральных ягод и фруктов без добавления сахара. И, как всегда, пасек Кучаевых щедро одаривает своих покупателей. При покупке двух килограммов меда третье вы получаете в подарок. Ярмарка расположилась в привычном месте в торговом центре «Оранжмол» на первом этаже. Заходите и приобретайте полезные натуральные продукты для себя и в подарок для своих близких, чтобы в наступающем 2016 году жизнь была сладкой, как мед. Успевайте, ярмарка работает до 23 декабря. Вы смотрели главные новости города, далее вас ждут прогноз погоды и проект «Активный гражданин». Обязательно посмотрите. А я прощаюсь, с вами была Елена Вавилова. Всего вам доброго и отличных выходных. Субтитры предоставлены в Климат-маркете. Технологии климата – широкий выбор климатической техники по самым выгодным ценам. В выходные в Пермском крае ожидается морозная, снежная погода. В Березниках в субботу и в воскресенье пасмурно. Температура воздуха ночью составит 17 градусов ниже нуля. В дневные часы термометр покажет 15 градусов мороза. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. В выходные солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Субтитры предоставлены в Климате. И недорогой ремонт компьютеров, ноутбуков и мониторов в сервисном центре магазина «Смайлик». Заправка картриджей от 200 рублей. Приходи в «Смайлик». Парижской коммуны 54, телефон 24-14-80. Наши низкие цены не нужны вам, пока вы не замерзнете. Будет холодно – звоните 29 25 99. Адрес нашего магазина – Советский проспект 2, территория Агроснаб. Технологии климата.